Здравствуйте, Андрей Михайлович! Добрый день! Рады вас очень послышать и видеть сегодня. Да, да. Ну что, мы сегодня немножко поговорим о йоге, о жизни, поскольку они очень связаны. И, конечно, сейчас такое интересное время, вас вообще разрывают просто напрямую эфир, все хотят знаний, все хотят какую-то информацию получить. От этой информации вокруг очень много. И как вот человеку вообще, в принципе, не потеряться во всем этом и для себя выделить что-то настоящее? Как вы считаете? Ну, чтобы выделить настоящее, нужно быть настоящим самому, наверное, самое главное. Без этого, пожалуй, смысла какого-то выбора совершать, его просто нет. Потому что если человек не определился сам с собой, кто он такой, зачем он такой, то какая разница, какая информация в него загружена будет. Собственно говоря, это и есть задача йоги. То есть то, что человек сознательно выбирает для себя определенную среду информационную и её погружает в себя и соединяясь с ней, ей становится. Собственно говоря, это и есть суть системы саморазвития или йоги, тот, который формирует наше сознание. Поэтому выбирать... Сначала нужно выбрать себя, потом дальше уже всё остальное. Да, ну вот есть такое понятие, мнение, что йога вообще всегда была уделом каких-то волшебных людей, она не для всех и никогда такой не была. Вот как это сейчас, на ваш взгляд, выглядит в современном мире, что такое йога и как она конкретно может обычному человеку помочь в его жизни и в развитии? Ну, я, пожалуй, скажу такую очень непонятную, может быть, сейчас фразу или, так скажем, такую странную, да, что все люди йоги. Вот это такое понимание, потому что если мы разделяем, что понимание йоги, как вот индийская традиция, там индийские йоги сидят себе вот где-то в пещерах, и тогда это особенная каста людей, которые непонятно что делают и для чего они всё это делают. А если мы говорим о йоге, как о природной способности человека, то, что ему дано, именно слово йога, нужно, да, в этом понимании, развернуть смысл слова. Смысл в том, что, если брать даже санскрит, то значение слова проходит как соединение, создание связи. То есть то, что мы делаем с помощью вот этой природной способности. Мы создаём связь, мы создаём соединение с информационным каким-то потоком, средой. И эта информационная среда, входя в нас, она соединяется внутри наших особых структур, которые для этого предназначены. И таким образом мы формируем своё сознание. То есть вот накапливаем тот самый опыт, те самые знания, которые человеку, ну скажем так, необходимы в начале жизни для того, чтобы выжить, для того, чтобы строить вот этот вот социальный строй, в котором он, в обществе, в котором он находится. Вот это вот то соединение и приобретение тех знаний и навыков, которые загладываются в его систему. А если говорить, ну этот процесс неуправляемый, потому что человек, он как, где рядом, с чем он находится, в том себя впитывает. Вот та среда, которая его окружает, он просто в неё погружается, она в него погружается. Происходит вот это взаимное соединение, из которого рождается сознание человека. А дальше идёт следующий этап, это как бы развитие человека, если оно продвигается, ну как бы сознание человека продвигается, вот в этом постижении себя, постижении окружающего мира, тогда у него возникает возможность управлять этим процессом. Ну опять же, не у всех. Даже у всех желаний-то возникает управлять собой. А зачем мне управлять собой? Пусть он и управляет, я хочу кушать, пить, есть, размножаться, мне больше ничего не надо. Ну что сейчас и происходит, по сути. Люди не могут выбирать. То есть есть вот этот информационный поток огромный из паники, страха, то СМИ, то телевизор, то соцсети, какие-то теории заговора, в общем, и по сути так оно и происходит, что человек не может как бы отделиться от этого. Ну что самое главное, это не все это делают. Вот радует то, что появляются всё-таки альтернативы тех людей, которые не впадаются вот в эту ловушку и владают такой остранённостью от того, что происходит, и могут уже управлять этим. Почему? И тогда отвечаю на этот вопрос, что йога становится сейчас не уделом отдельных избранных людей, а всё-таки какая-то масса людей, ну уже масса, уже не один, два, три человека, не десять, не пятнадцать, а способных как раз вот к тому, чтобы сознательно управлять своими информационными потоками, то есть своим сознанием фактически, и укреплять вот эти структуры. Мы вот начали немножко об этом говорить, что такое, с чем же связано вот это вот соединение. Оно связано вот как раз структурами, которые обычно мы называем душой. Вот человек имеет душу, вот эта вот та способность в этой душе имеется, которая помогает ему связываться, соединяться с чем-то. Во-первых, вот если мы у себя, мы создаём вот это вот связывание, соединение всех наших структур воедино, если они разрушаются, как раз человек становится управляемый извне, и не целостный, и не имеющий связи вот с этим большим миром, такую правильную связь, адекватную. И вот эти вот способности, ну, души, они ещё называются психикой у нас, да, психика более понятное научное слово, как бы наука о душе, психология. Вот психика, это имеет как раз вот эти инструменты, которые помогают нам создавать вот эти связи, соединения. Вот эти три инструмента основных, которые используются во всех системах саморазвития, в том числе и в йоге. Это внимание, это воля и это вера. Вот люди, которые сейчас, ну, живут в большинстве своём, они потеряли вот свою душу, можно сказать. То есть произошли нарушения вот этой самой среде, психической среде человеческой, да, потому что разрушается структура внимания у многих людей. Не у всех это, я говорю, у многих. Потому что люди распыляются, вот эта вот легкоуправляемость заключается в том, что их внимание владеет кто-то. То есть какая-то идея, которая создаётся из мним, и мы говорим, что человек, который не управляет собой, то есть который не способен это делать, то его формирует среда. Вот он, если кто-то создаёт такую среду, да, вот там паники, среду безысходности, какого-то процесса, который не управляет собой человеком, он его сносит, он не может находиться вот в этом внутреннем собственном центре, и поэтому подаётся вот этой внешней среде и заполняет себя ею и начинает быть ею. Вот то, что он как раз делается, такая йога, такая неконтролируемая, спонтанная. А вот когда мы этим управляем, тогда мы управляем этим своими ресурсами. И прежде всего внутренней верой, волей и верой. То есть человек способен, либо он верит в то, что вот эти вирусы сейчас вокруг него, он материализует их своей верой фактически, да, что они вот обязательно должны вот есть, вот он попал, что они присутствуют, вот они попали ему на руки, он почесал глаз, теперь всё, у него сразу поражение в голове, всё, он уже там видит, как этот вирус проникает, его глаз, как у него там начинают лёгкие отваливаться, ну и так далее, и так далее. То есть весь процесс он уже как бы создал, он уже умер, он уже всё подготовил себя к этому, к тем, что он верит в то, что это произойдёт с ним. Помните ещё в своё время Иисус говорил о том, что если вы верой, это великая вещь, да, то есть она позволяет нам, если мы верим, мы верим не во что-нибудь, или именно вот мы верим в вирус, это вера, вера во что-то. Вот вера там во что-то ещё, какую-то картинку, которая там где-то нарисована с каким-нибудь Богом и так далее. А вот именно я верю в себя, то есть вот эта моя вера, это моя структура, это часть моего существа. И вот если я ей начинаю сам владеть, управлять, а не вирус или там какая-то картинка, или ещё что-то, или какая-то идея, то тогда я могу приближаться вот к этому, на самом деле, глубинному существу, которое связано с этим мирозданием. То есть это единение, то, что там можно называть с Абсолютом, Богом, с природой, с Вселенной. Вот это то, что осуществляется через веру в себя, а не через веру во что-то. Потому что это разрушительная штука. Когда я верю во что-то, другой верит в другое, и у нас возникает конфликт. Потому что я верю правильно, ты не веришь правильно. Мы давай друг другу будем морды чистить, а то если хуже, то и того хуже. Ну вот таким образом это осуществить экологично. То есть человек сначала должен это осознать, что его вниманием завладела некая структура, или какое-то явление. Как вот он может перенести это внимание внутрь и направить его на исследование вот этих своих внутренних процессов? В этом заключается, собственно говоря, существо этих технологий саморазвития йоги. То есть есть специально разработанные методики и технологии того, как это сделать, то есть как научиться управлять своим вниманием. Леоментарно, простые. Вот в нашей системе, например, мы начинаем овладение вниманием через дыхание. Начинаешь концентрировать свое внимание на ощущениях вдоха, выдоха. Потом создается рабочий объем внимания. Потом можем перемещать это внимание вместе с дыханием. То есть так называемое физическое дыхание. И в итоге мы способны тренировать свою способность концентрировать что-то, где-то что-то, ну как бы на своих ощущениях, прежде всего. Потому что это то, что ближе всего ко мне. То есть мои, там, скажем, вдохи-выдохи, мои глаза, то, что я слышу, там, то, что я обоняю и так далее. То есть это то, что я чувствую руками. Вот это вот такие достаточно простые, собственно говоря, тренировки, но они позволяют создать такой мостик во внутреннее пространство, чтобы мы могли контролировать его вот с помощью нашего внимания. Потому что на внимании развиваются и волевые аспекты. То есть внимание обладает такой способностью. Это энергия, это сила, которая, если соединяется над чем-то позитивным, то есть целостным, то она, соответственно, соединяется и впитывает ее. То есть мы производим вот это соединение йоги. То есть на этом, в принципе, построена вся технология. То есть соединение. Одно дело, мы соединяемся с какой-то идеей, там, верованием, каким-то представлением, там, в какую-то панику, вирус. То это мы обретаем вот это вот, то, что заложено в этой идее, то, что заложено вот в этом вот представлении об этом вирусе и так далее, и так далее. То есть мы отождествляемся с этим знанием, оно все полностью нам завладело. Либо мы пытаемся соединиться с сутью. И вот сутью это то, что есть на самом деле, то есть как бы некое истинное или действительное, то, что есть на самом деле. Вот задача как раз отцепарировать, так сказать, отрезать то, что не является истинным. Вот для этого как раз тоже есть специальная технология, так называемая различающего внимания, способного различить, какой механизм прежде всего работает в человеке. То есть вот если он использует знания, которые приходят нам с помощью понятий, а понятие это там человеку уязвим среди мира понятий, потому что, опять же, кто-то предлагает ему. Есть специальная технология, а как внедрить чужие понятия? Это просто работает как реклама, как любые религиозные конструкции, выстроенные на этом, как завречь человека, как сыграть на его струнках, чтобы он принял это понятие, чтобы он стал как бы на одну волну со мной, с моими представлениями, которые я ему внедряю в данном случае. То есть я его должен поймать на что-то, зацепить крючком, а дальше потом запустить. Вот каким крючком пользуется вот эта вот общая истерия, которая сейчас возникла? Это страх, страх смерти. То есть на этом, да, если вот это что, он заболеет, там смертность, 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 на этом все бьется, бьется, смертность, смертность, смертность. Хотя, ну, есть мнения совершенно разные от других ученых, которые говорят, что она не больше, чем есть, это смертность. То есть как, ну, чуть больше, может быть, гриппа где-то в каких-то местах, где-то в других местах она даже ниже. То есть люди всегда умирают. Это, к сожалению. Это единственное, что только нам известно. Это да, все мы умрем на самом деле, да, и вот это вот, но все боятся прождевременной смерти. Помните, как говорил Волод тогда в свое время Булгаков, да, что самое главное, что это вот происходит внезапно, может произойти внезапно. Этой внезапности мы боимся, мы вроде бы знаем, что все умрем, мы отдаляем этот момент. И вот на этом играется очень многое, да, то есть что вас могут убить, что у вас могут там с вами что-то произойти, вирус за вас влезет в вас, там еще что-то еще. Вообще-то это вот как бы человек начинает запускать в себя вот эту вот диверсию сам для себя, он как вера в эту веру, такой ауто-гипноз, человек сам себя начинает, сам себя удушать, что он должен обязательно закончить свое существование, вот так-то, так-то, так-то. Картинка рисуется в голове даже, то есть он создает модель, и если он в эту модель закладывает вот эту свою волю, а воля-то как бы проявитель энергии, то он дает вот этому образу энергию, и дальше начинает его поддерживать. Этот образ начинает постепенно как бы отвердевать и приобретать форму реальности, то есть для него становится это реальным, и он через некоторое время начинает вовлекаться вот в эти вообще процессы, то есть встречается на самом деле для него и вирус нужный подходящий, и еще что-то, еще что-то, и что обязательно приведет его к тому образу, который он себе уже создал. То есть человек творец на самом деле, творец собственной жизни, вот он только со знаком минуса, как правило, это делает. Поэтому опять системы, которые называемые и другие там цигуны и прочие-прочие, какие-то китайские системы других, у каждого народа есть эти системы, начиная с шаманизма все это развивалось. Так вот, человек, который начинает создавать такую, ну скажем, привязанность к каким-то этим вот идеям, да, если он не подготовлен к ним, то есть вот сами системы, они развивают человека, они дают ему, освобождают в нем этот потенциал, который заложен в человеке. То есть вот начальные же этапы, которые в любой системе саморазвития, в том числе йоги, это очищение. То есть человек пытается убрать из себя из головы, из своего ума, вот эти программы, которые разрушительно его разрушают. Это какие-то, там скажем, болячки, которые к ним прицепились, а они, как правило, привязаны к нашим мыслям, к нашим эмоциональным проявлениям. То есть повысит свой энергетический статус. И вот когда человек этого как бы добился, он начал владеть какими-то технологиями, то у него способность реализации его мысли, его намерения, они становятся гораздо выше. Поэтому в классической йоге есть специальная технология, как бы подготавливающая к этому. То есть как нужно научиться воспринимать мир позитивно, несмотря ни на что. Потому что любое зависание в негативе, хотя на самом деле может быть все плохо, 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 но если я говорю, да, плохо, я сдался, и все, тогда выхода нет. То есть будет только плохо. А если я вот на этом плохо понимаю, что нахожу какой-то островок силы собственной, собственной, да, как в опоры, например, да, это плохо, потому что мне нужно чему-то научиться. Это уже позитивно. Это все плохо, весь мир бардак, все кончилось, все, я умер. Это все, безысходность. А вот если я, да, мне сейчас вот так, я там болен, но это вот для чего? Потому что я, эта позитивность, которую я себе выстраиваю, она дает мне как бы платформу, на которой я могу опереться и выпрыгнуть из этого состояния. Вот это очень важный момент. Если человек не научился вначале вот освобождаться от этого негативного фона, который, собственно говоря, нас приучают этому фону, наше общество. То есть все, как бы, не делай то, упадешь. Не сделай так, вот, будет так. То есть все время какая-то отрицательная натуральность. То есть все время нас как бы на круче воспитывается. Человек, вот, будешь делать так, вот, тебе вот за это. Вот, и поэтому нам проще создавать какие-то внутри программы пожелания, которые построены на негативных проявлениях. Я сразу же понимаю что-то, что, ага, вот это так, первая мысль, что как бы это, что мне плохого не было от этого. А уж потом дальше, если я как бы убеждаю, что это неплохо, тогда я уже в следующий этап это, а что же я буду иметь? Какую выгоду я получу от этого контакта, от этих взаимодействий, еще от чего-то. Поэтому этот навык управления начинается еще с того, чтобы человек не создавал в себе вот этого отрицательного мира, то есть негативного мира. И чем глубже он в него погружается, тем больше он становится от него зависимым. Андрей Михайлович, вы вот упомянули, в классической йоге первым этапом является очищение. То есть что мы подразумеваем под йогой, под классической йогой, и что на самом деле сейчас в основном мы можем наблюдать, как такое массовое явление всей этой, уже появилось даже понятие духовка. То есть, ну, как бы такой бизнес, торговля, вот этими всеми условно там когда-то древними и тайными знаниями. Ну, вот мы сейчас, говоря о том, что существуют всевозможные, системы, которые создавались в разных культурах, в разных народах. То есть у человека там в любом обществе есть люди, которые особенные, особенные и отличаются тем, что они как-то не попадают под общую гребенку, такую стандарта какого-то, да, и они пытаются задавать себе вопросы, как дети, все задают вопросы, да, но потом постепенно почему-то у них все это исчезает, они свыкаются с тем, что они предлагаются, и дальше они все принимают. Вот это они живут вот в этом, в этом как бы плоском, ну, как бы диапазоне определенном. А вот люди, которые начинают задавать вопросы, они пытаются понять что-то о себе, о мире, и тем самым они начинают раздвигать границы собственные, да, и вот ставят эксперименты, ставят над собой прежде всего, и таким образом они открывают какие-то другие измерения внутри себя. То есть вот это сознание дорасширяется, оно расширяется до каких-то других знаний, которых у других людей нет. И это вот, от начала какой-то, эти опыты складываются в системы. Эти системы развивают, ну, как бы оформляются каким-то образом, какие-то тексты у кого-то, кто-то просто его передает устно, и, собственно, другим людям, и кто-то обучается у кого-то. То есть это такая, как бы возникает, в конце концов, такая наука, наука или школа этих знаний, которые передаются таким образом. Но многие знания, которые открываются, люди используют по-разному. Одни для, именно для развития себя, а другие для того, чтобы, ну, себя как части этого вселенского понимания, да, то есть многие, что это эгоизм такой, я развиваюсь, вот там не плохо, а я развиваюсь. Так это их проблема, на самом деле, что им плохо, потому что вариантов, предложение у всех есть, вариант предложения, да, что вы будете либо принимать такую форму жизни, плоской жизни, либо хотите развиваться. Вы говорите, нет, я хочу жить так, но это его выбор. Я хочу не так жить, я хочу по-другому жить. И вот мое стремление как раз изменить себя и выйти за пределы ограничений, это на благо для других людей, на самом деле. Потому что человек, который развивается, он создает другое качество, он пример создает для других людей, что смотрите, вот тот, чего я достиг, могут, и вы тоже можете, если вы захотите. Другой же вопрос, что они не захотят, а как правило, не хотят, если они то пытаются, как правило, уничтожить того, кто это сделал. Это такая природа человеческая, к сожалению. Почему Иисуса распяли. И других людей, которые сжигали, и потому что они отличались от них, и это было страшно, непонятно, и в общем-то они призывали их к чему-то другому, что они не хотели делать, на самом деле. Они могли, но не хотели. Даже подумать об этом не хотели. Поэтому вот это вот создание этих систем, они, собственно говоря, являются, как бы естественным, таким плодом исследования любого думающего, разумного человека. Потому что система йоги, она складывается, складывалась во многих местах. То есть как вот система, именно как система саморазвития. Ну, с названием йоги, просто она возникла в Индии. И вот в Индии тоже много разных, да, еще мы говорим о том, что многие используют это не только для своего развития, но и для знаний, это можно использовать для управления другими людьми. Это тоже такая же возможность. Это палка двух концов. Значит, мы можем, зная, что и как это можно сформировать сознание человека в нужном направлении, то есть вот такой, чтобы он был, а если я хочу его сформировать таким образом, то я буду его управлять. Вот появлялись как раз люди, которые вот исследователи, а потом появились жрецы, которые стали эти знания использовать для определенного выстраивания, ну, скажем так, какой-то определенной иерархии, да, то есть определенных правил для того, чтобы люди могли, там, скажем, сообщество людей, как-то их организовывать, и, как правило, все-таки выстраивалась какая-то такая, ну, это может быть необходимость, я не говорю, что это плохо, да, то есть система государственности какой-то, или там система племени, где есть главный вождь, и вот что происходит с этими вождями, вот самое основное, потому что первое, скажем, тот же самый шаман, уже как жрец такой начальный, он был служителем племени, он не просто там, как сейчас это вот, там их все это упускают, да, что это шаманы, это такие глупые, бестолковые, неграмотные люди, и плюс они там еще очень жадные, завистливые, там, клоняются, черт знает кому, чему, вот, чертям каким-то, а вот именно, что он имел знания, которые он использовал для блага своего племени, то есть любой шаман, жрец такого плана, он служитель, прежде всего, и вождь, который в племени, тоже каком-то примитивном, так называемом, да, он понимал, что у него ответственность, у него ответственность перед тем племенем, которое ему доверило это, вот, о своей жизни распоряжаться, поэтому там князь боярин какой-то, который вот реально, он родил за свой народ, потому что он понимал ответственность, но потом постепенно вот это вот начало преобладать какая-то другая появление, ну, как бы человек развивается и привыкает к каким-то вещам, которые, если он слаб, если человек слабый, попадает в зависимости от этих вот вирусных программ, называют так, вирусные программы, жадности, тщеславия, жажда власти и так далее, то есть какие-то вещи, которые становятся для него более, как бы, приятны, что ли, он больше внимания свое направляет на них, и они начинают им уже управлять, поэтому человек, отделенный властью, наделенный властью, там, властью, там, духовной властью, как бы, знаниями, опять же, да, то есть у него появляются такие мыслишки, как бы я вот буду дальше получать от этого еще больше, то есть использовать этих, я же вижу, они все хуже, они глупые, я же знаю, а они не знают, значит, я выше, я лучше, чем они, то есть у меня больше богатства, у меня больше власти, у меня есть там целая армия, которая могу там заставить все другие что-то делать, поэтому... происходят трансформации сознания, которые люди отделяют их от их миссии, то есть человек, который в правильных структурах, это человек, которому доверяют, доверяет народ, доверяет племя, вот управлять ими, потому что они считают, что он отличается от них тем, что он там, скажем, более трезво мыслит у него, там определенные волевые качества, провидение какое-то есть, поэтому его выбирают для этих целей, вот, и он чувствует свою ответственность за их, вот это вот самое основное, да, то, что делает. И вот человек отождествляется с этой роли, и дальше, если он ее правильно выполняет, ну, он как бы продвигается в своем развитии, а если он нет, то появляются такие различные искажения, которые приносят боль и страдания другим людям, со всему племени. И вот появление, немножко отклонились от этой темы, но вот как можно использовать эти знания еще раз, да, и потом, вот в Индии точно так же существовали разные подходы и разные направления вот этих знаний, которые можно по-разному использовать. Нужно их использовать для определенной религиозной структуры, которая существовала, доминировала, скажем, в том обществе, в котором она есть. И тогда целью вот этих вот систем, которые создавались, было достижение вот этих вот, скажем, идеалов, богов, там, поклонений им, а через поклонение этим богам можно было поклоняться и доносить, так сказать, мзду давать жрецам, которые служат этим. Они с этого кормились, поэтому чем больше я привлеку людей к своему, так сказать, вот этому, в этой системе, которая будут выполнять ее, поклоняться моим богам, а я для них буду так же становиться следующим зреном, который нужно поддерживать, подкармливать, ну и так далее. То есть чувствовать свою власть. Они идут ко мне со знаниями, я им управлять буду и так далее. То есть эта вот вся система, она проходит по всем, во все эпохи она одинаковая. То есть сознание людей вот в этом плане ничем не отличается на самом деле. Просто там может быть изысканностью какой-нибудь, особенностью, какого-нибудь оформления внешнего. Да, через богов не получилось, сейчас попробуем через чипы. Да, можно через что-то другое. Вот, поэтому следующий этап как раз вот этого понимания некой традиции, которая возникла, то есть использование вот этого инструмента, который у каждого человека есть, если я знаю, как им пользоваться, а я не знаю, потому что мне этого не допускают для меня и до этого, а кто-то знает, и он это использует, создает определенную технологию для того, чтобы вот этим знанием моим, моим незнанием пользоваться, но пользоваться моей энергией, которая освобождается в результате вот этого, ну, как бы, этого действия, да, отрицательного для меня, но положительного для того, кто им владеет. И поэтому возникает вот эта вот так называемая традиционная йога индийская, в данном случае индийская традиционная йога, потому что она направлена на поиск, так сказать, вот этого, ну, как правило, вначале это были на самом деле просто реальные люди, которые сели в пещерах, искали истину, они соединялись с чем-то таким, а потом появляется уже религиозное оформление вот этого опыта, и оно уже притягивается к религиозной традиции и к управлению людьми, там начинают собираться так называемые ордена йогические, там были же реформы, то есть как бы надо взять и управлять этим процессом, как же так, они сидят в пещере сами по себе неправильно, надо их взять, объединить, организовать сообщество и появляются вот эти вот, там Шан Карачари, да, создал 10 этих, до этого 2 еще было, 2 ордена, и вот появляется всех этих вот практикующих, всех тех, кто там называет себя йогами, их вот в эти ордена и, так сказать, пристроили, потому что это религиозные уже ордена, там есть в определенной иерархии, там главный сидит, потом дальше за ним еще там целые советы, значит это целая система, опять же, управления людьми, которые хотят быть свободными, но вот свобода у них не получится, потому что они тут вот находятся в определенных структурах. Так вот, видимо, когда-то, 2000 лет больше, тому назад, появилась система классической йоги, то есть, человек, который ее описал, был ученым, практиком, который именно не пытался сформировать это как некую систему, религиозной системы, а именно научную, вот на мой, это я даю свою концепцию, потому что много очень разных комментариев, которые существуют за эти 2000 лет, которые описывают эти все сутры, так называемые, потому что он записал это знание вот этих вот его найденных, выстроил систему, научную систему, потому что там есть задачи, цели, куда нужно стремиться, то есть, вот это и технологию, как к этому подойти, как к этому стремиться, и главным там заложена в этой системе была как раз система управления с этими структурами нашими душевными, душевными структурами, то есть психикой, вниманием, волей и верой, потому что, если мы... Это мы говорим сейчас о йоге по танжуле, поэтому она становится классической, потому что она не призывает каким-то конкретным там поклонением к этому, к этому или к этому, то есть там есть понимание такого стремления к развитию, да, может быть, такой символ, по-разному можно таковать, опять же, с позиции, опять же, какой-нибудь философии индийской, то традиционной, то есть попытка, опять же, преобразовать вот эту классику, вот эту науку в какую-то встроенную форму какой-нибудь философии, в том числе религиозной, и поэтому многие религии, собственно говоря, не многие, а все религии используют йогу для своих целей, потому что нужно подсоединить к этой идее, и вот как это сделать, это целая, так сказать, теперь же наука, и многие как бы институты, которые готовят вот этих вот разных жильцов, они, собственно говоря, изучают это, как у нас было политбюро, у нас были в свое время, в советские времена как раз вот эти институты политического управления людьми, да, то есть почему многие потом, когда Советский Союз распался, пошли в религиозные институты, заняли должности, потому что управлять, какая разница, чем, какие слова говорить, коммунизмом или там другим каким-то, но система, она одна и та же, то есть как формировать сознание людей в нужном направлении, и как дальше контролировать это сознание, вот это, собственно говоря, то, что делает традиционная йога, вот индийская йога, но классическая йога, это наука, вот мы как раз в своем понимании опираемся и в изучение как современной йоги, такая как бы ниточка, проведенная через тысячелетия, такого, в свое время я назвал бы его революционерами, потому что, скорее всего, это было революционное открытие для людей, которые, ну так, просто большинство людей не могли это понять даже, скажем, потому что это, ну, может быть, кому-то было сложно, и большинству своим сложно, кому-то было понятно, но раз человек живет вот в этой вот среде таких представлений, очень сложно от нее отцепиться, очень сложно, потому что, как я живу, все одинаково думают, все одинаково там, делают ритуалы, молятся там, еще что-то, и это становится нормой, это только так, а по-другому никак, как же еще там, все остальные, это еще эти, которые нам обучают этому, они говорят, что там, вот те, они правильные, потому что они враги, они там, и так далее, поэтому уже у человека создается такая броня против всего чего-то, того, что он нового, того, что это не связано с его культурой, соответственно, это враждебно, и так далее, и так далее, ну, то есть это такое ограничение, которое создает конфликт и вражду между людьми, то есть это то, что как раз против природы, против истинного, какого-то понимания духовного, как же так можно убивать во имя Бога, смешно как-то, даже вот с точки зрения такого понимания глубокого, когда человек пошел вот в это, как он может это делать для того, чтобы кому-то было хорошо, кому-то было плохо, то есть если мироздание создано единым, а не разделенным на какие-то отдельные осознания людей, то его делят, потому что из этого хотят выгодку получить, поэтому управление своей структурой, с управления своей структурой, собственно говоря, начинается все, вот если брать систему современной йоги, которая вот является в данном случае нашей направлением, изучает классику, нетрадиционную систему, как вот традиционную йогу индийскую, да, со всеми поклонениями, ритуалами и так далее, там, которые сейчас привлекательны для антидеминик, потому что им думают, что выменяв вот одни картинки на другие картинки, что-то изменится, а в самом деле ничего не изменится, такая же там, только может быть раскрашена по-другому, некоторые экзотики, экзотики побольше, да, какой-то, потому что непривычно, поэтому это привлекает, может быть, лучше просто тогда угрупляться уж, если вам хочется какую-то культуру религиозную погружаться, лучше свою, потому что это более, как бы, наверное, органично, если есть возможность там думать, размышлять, то вы рано или поздно эти границы тоже расширите и выйдете за призелы, вот, и поэтому, когда классическая система берется за основу, из нее, как наука, она, естественно, может развиваться, любая наука, она развивается, и это, это, это особенность науки, то есть набирается новое знание, набирается, оно сообразно с сознанием людей, которые способны воспринимать что-то, вот то, что, да, скажем, там, две тысячи лет тому назад или больше не было доступно, и знания людей современных сейчас, Америки, гораздо больше, и вот эта возможность использовать управление вот этими своими психическими способностями, они, на самом деле, у большего количества людей сейчас в мире присутствуют, и то, что происходит, на самом деле, изменения какие-то в плане энергетическом, там, эти вот изменения частотности и так далее, и так далее, это тоже, наверное, подталкивает человека к тому, чтобы он изменялся, поэтому будет разделение людей, на самом деле, это те, которые не хотят, которые вот станут, я не знаю, каким-то определенным слоем, который не хочет ничего делать, но они, может быть, хотели бы, но они об этом не знают, поэтому это связано еще с образованием, да, то есть, как бы, человека, если не образовывать, если бы он не воспитывать соответствующим образом, то он, а это, может быть, специально, может быть, и сделал, делал всегда, во всех культурах, где всякие строя были, существовали, не демократические, вот там существовали как раз вот эти системы поддержания, в том числе, в том числе, то есть, то же самое Индии, прежде всего, кстати, да, то есть, вот эта система каст, которая позволяла, там, одним иметь все, и знания, и богатства, и все, а другим, вообще ничего, то есть, только служить, бояться, и так далее, поэтому система образования была недоступна для тех людей, которые, и соответствующим их обрабатывали, то есть, обработка шла в плане, чтобы они, эти структуры, которые они могли бы воспитать в себе, они бы стали опорой для приобретения этого знания, потому что следать условия человеку, вот такие, которые могли бы открыть заново самому себя, потому что этот процесс, он реально не как вот заложен где-то, у кого-то есть вот эти знания, они заложены у всех, на самом деле, просто нужно открыть этот канал, интернет, он есть, если у вас есть источник, способность выйти в этот источник, то вы получите необходимые знания, и вот сейчас задача такая стоит, не дать этим знаниям прорваться, то есть, не дать этим структурам возникнуть, чтобы человек вдруг открыл для себя самого себя, потому что это возможно, это реально сейчас, к этому подошло очень многое количество людей, и... Ну, по сути, эта ситуация, что все сидят дома, и по сути, все есть, она как бы может этому поспособствовать, в то же время она полностью перекрыта, потому что перегруз информации такой, что человек, он вообще не знает, что ему читать, кого слушать, все гуру, все учителя, и все пытаются что-то продать и парить, и получается в итоге ничего, что лучше я посижу вот ленту Инстаграма, почитаю, как бы, и все. Ну, это уже тоже выбор человека, да, как бы, с одной стороны, действительно, время отпущено до чего-то, каждый распорядится им по-своему, да, и кто-то будет погружаться хоть в ленты с этим вирусом, мучиться, пугаться там и себя настраивать на все эти старошилки, готовить себя к этому, а другие, наоборот, будут стараться отстраняться и там читать литературу какую-то хорошую, там, или начать размышлять о чем-то, пытаться найти для себя какие-то новые области знаний, которые могли бы их, или практиковать прежде всего, то есть вот я считаю, что практика самое большое дело возможности, да, которая, ну, скажем, с чего начать, у меня сразу возникает вопрос, а с чего мне начать, с чего человек мог начать, с каких вот таких начальных точек, но у нас есть тело, то есть то, что нам доступно, мы можем его ощущать, мы можем как-то управлять, руками махать, ногами двигать, языком трепать, то есть мы все это можем, да, поэтому, значит, начать надо с него, то есть управлять, научиться управлять этим телом, то есть в нем есть мышечные структуры, вот то, что реагирует на внешнее, это напряжение, способность нашего тела напрягаться и расслабляться, вот научиться контролировать хотя бы вот эти процессы, начать с этого, через что? Через движение можно это делать, то есть есть макродвижение, то есть вот это, то, что можно назвать внешней йогой, такая внешняя йога, или как здесь боевые искусства, внешний стиль, есть внутренний стиль, вот внешний стиль, это когда мы делаем макродвижение, там, занимаемся гантелями, там, делаем масланы крутые, там, делаем какие-то динамические гимнастики, и прочее, прочее, это, ну, это хорошая штука для начального такого погружения в управление себя, потому что цель, опять же, ставить не просто там накачать себе мышцы, цель, это управлять, управлять структурами своей системы, для того, чтобы управлять своей жизнью, то есть нужно правильно определиться с целями человеку, да, что же он на самом деле хочет, да, чтобы ему определиться, вот, куда направить свои усилия, да, конечно, нужно делать те же самые асаны, те же упражнения йоги, но делать совсем для другого, там, похудеть, там, фигуру сделать, еще что-то, то есть это как бы сужает все возможности, которые заложены в самой системе, поэтому человек дальше как бы этого не пойдет, если он не откроет для себя какого-то нового понимания, нового запроса, ну, кому-то, может быть, наберем этот этап необходимый, вот, если макродвижение совершается, и внешний стиль осваивается, то, в принципе, следующая задача это перейти в пограничное состояние, пограничное, базовое способность, это микродвижение, когда уже мы начинаем, вот в нашей системе это основа, базовость, то есть обучение микродвижения, на этих микродвижениях, мемопатическое или газиметрическое движение, которое позволяет нам развивать в себе чувствительность, то есть управлять, ну, когда я делаю физкультуру, да, я могу в это время смотреть телевизор, могу размышлять о чем угодно, да, то есть это как бы два процесса, которые идут параллельно, и, казалось бы, я мышцы там накачиваю, там, да, и просто еще себя какими-то впечатлениями закачиваю с киноэкрана, какого-нибудь, да, поэтому здесь идейки как таковой нет, потому что ум работает отдельно и все остальное тоже отдельно, ну, либо я могу сосредоточиться на какой-то цели, которую вот я себе поставил, там выполнить стандартную позу, потому что мне сказали, что это будет круто, потому что я потом дальше могу это выложить в инстаграм, и это, так сказать, мое потешит самолюбие, вот, или мою значимость, и вот это вот понимание, оно, как бы, не дает, как будто так вернее, такие технологии, они не дают такого, ну, какого-то эффекта глубокого, прорывного, скорее всего, да, но это ступенька, вот, вторая ступенька, это когда мы начинаем действительно погружаться в себя, то есть вот эти микродвижения, они требуют концентрации внимания, то есть того самого внимания, которое у нас постоянно рассеянно, если я там делаю экран, смотрю, у меня внимание находится не во мне, а там, в телевизоре, поэтому, когда я начинаю собирать эти микродвижения внутри себя, и там делаю изометрические управления мышцами с последующим расслаблением, то есть я открываю для себя новую возможность, возможность управления, управления своей мышечной структурой, то есть могу добираться до своих глубинных мышечных контролирующих систем, опорные мышцы, нашей йоги, гомеопатической йоги, так называемой йога-лам, гомеопатическая йога-лам, это одна из таких ключин и базовых составляющих системы йога-лам, где мы обучаемся вот этим управлением глубинными маленькими мышцами, но через микродвижение, а это требует как раз состояния концентрации, то есть глубокого сосредоточения на этих мышцах, через расслабление, расслабление широких мышц, больших силовых, двигательных мышц, тогда мы используем состояние соединения, именно йоги, и это такой, почему это называется, базовым переходом, потому что обучаясь вот этим управлением мышцами, потом мы переходим на следующее управление, которое присуще как раз вот этим технологиям йоги, то есть управление волевыми структурами, то есть через волевое воздействие, то есть там, где не просто ум, напрягите мышцу, а когда вы напрягаете не мышцу, а напрягаете энергию, волю, воля, которая стимулирует активность, через намерение создается необходимое действие, вот это уже уже говорится о внутренней стиле и йоге, ну то, что относится, скажем, вот к классической йоге, это больше относится к раджи, то есть йога управления волей, волевая йога, вот, и мы начинаем с нее сразу, вот в системе современной йоги, я считаю концепцию, которая разработана в этой системе, авторская, что именно современный человек способен это освоить, и существование уже почти 40, ну 37, что лет, уже существует школа, вот, показывает, что эта динамика такая растет и есть, что сейчас люди, которые к нам приходят, они способны почти, ну процентов, я не знаю, процентов, наверное, 80 способны этим овладеть, да, ну 20 процентов, я думаю, что на всех так можно легко, потому что кто-то там пока еще не замотивирован до конца, просто приходит за бумажкой, кто-то за, просто непонятно зачем, время провести, но в основном люди получают вот эти вот навыки, то есть они мы отработали таким образом подачу, что она доступна становится для любого человека, то есть человек способен научиться управлять собой, своим здоровьем прежде всего, потому что это база, то есть если человек не, ну его ограничением, одним из ограничений является это состояние его, ну как бы жизнеспособности для здоровья, то есть если мы не способны себя привести в какое-то целостное, равновесное состояние, то соответственно, ну дальше какого развития можно и говорить не о чем, потому что человек болен, у него только одна проблема, болячка его, и он только не думает, и вся энергия туда уходит, вот начальный этап, который дается, он позволяет человеку выйти за пределы вот этой болезни, то есть научиться управлять состоянием своего организма прежде всего, да, но оно, понимание, опять же, все взаимосвязано, нельзя отдельно заниматься, там, я чищу какую-то свою печенку, там, кишечник, и если я не занимаюсь своими мозгами, не расширяю свое сознание, не закладываю правильно каких-то установок правильных внутренних самостоятельно, которые я себе принял, вот, то, как правило, и печень-то не будет подвигаться в эту сторону, поэтому все взаимосвязано, вот это понимание, то есть создание новой психологии, психологии развития современной йоги, вот это начально, с чего мы начинаем, поэтому я лекционные курсы проводил как раз специально по теории, потому что они формируют эту психологию, то есть создание целей, создание некого парадигмы жизненные, куда мне направлять свои усилия, что для этого нужно сделать, и так далее, и так далее, то есть такая как бы платформа, на которую можно опираться, а дальше уже появляются технологии, а мы говорим, покажи сразу приемчик, что мне нужно сделать, чтобы мне там это не полезно, ну это это как-то по-детски, поэтому для того, чтобы серьезно заниматься чем-то, нужно изучить предмет, нужно понять, зачем это мне нужно, лично для меня, какую я хочу цель преследовать в этом, вот и понять, соотносится ли эта технология, эти вот системы, которые мне предлагаются, с моими задачами, вот, может быть, отвечая на первый вопрос, то есть как понять в этом мире, то есть нужно, я, собственно говоря, на него ответил так же, что нужно сначала обрести себя, обрести себя, это значит вот как раз стать в чем-то целостным, то есть понять, кто я такой и зачем, куда я хочу двигаться, вот это вот эти вопросы, которые должен задавать нормальный человек, то есть который думающий, который трезвый, не принимать какую-то, а вот это, а, все так, и я туда побежал, нет, вот я, это я, я должен понять, что в моей жизни, для меня лично, очень важно, то есть, чего я хочу поучить, то есть, а хочу на самом деле ли это, или не хочу, а мое ли это, то, что я хочу, или это мне все-таки кто-то там навязал, или, это вот такие вот, как бы, начальные распутки, которые нужно распутать в себе, в своем сознании, дают возможность человеку тогда и выбирать, вот из того многообразия сейчас информации, да, тогда он же начинает понимать, что да, это мне не надо, это мне не надо, а вот это да, потому что это соответствует моим стремлениям, моим целям, моим задачам, тогда я все буду отсекать то, что мне не нужно, вот примерно в таком ключе. спасибо, Андрей Михайлович, нам надо еще посмотреть, сколько у нас остается время, то, что-то у меня тут не показывает, напишите, пожалуйста, кто-нибудь в комментариях, сколько сейчас времени, чтобы мы успели сохранить эфир, и он у нас не пропал, но пока еще такой вопрос, расскажите немножко вот об этом явлении, которое было в СССР, когда йога вообще была под запретом, то есть частично, возможно, это как раз происходило по причине того, что вот вы уже, ага, 11.53, значит, у нас осталось где-то 5 минут, тогда вот, если можно кратко, люди все-таки чувствовали, что люди, которые начинают практиковать и пробуждаться, в них как бы пробуждается вот эта сила творческая, и управлять ими становится уже не так просто, то есть тут уже идет другой совершенно вопрос, и в нашей стране, ну, в СССР йога была под запретом, и вы были не просто таким наблюдателем, а можно сказать непосредственным участникам вот этого процесса, и как вы считаете, то есть какой в этом был такой наш урок, возможно, и не будет ли повторения этой ситуации снова в современном мире, уже в наше время? Ну, я много об этом как раз говорил, мы сделали большой эфир, такой, даже не курс, я бы назвал, видеокурс по истории йоги, как взгляд очевидца, я рассказывал о своих встречах с людьми разными, которые мне довелось вот в те годы и о своих, как сказать, движениях в этом направлении, я вот о чем как бы думаю, что смена, ведь человек, думающий, он не является протестным против строя, на самом деле, какого-то, государственного, или там еще чего-то. Если меня заинтересует искренне посыл того государства служить людям, то как раз это требует вот этих людей, других людей, не просто рабов, которые там выполняют что-то, а именно которые хотят свою энергию, которая у них появляется, ее вложить вот в это общество, то есть преобразовать его, то есть они становятся не как протестным электоратам, да, против, а именно помощниками и сотрудниками, те, которые, разве люди, которые занимаются собой, они хотят кого-то разрушать? Да нет же, они наоборот хотят помочь, вот другим это встать на это, чтобы и вот если традиционный, может быть, индийский, почему я не приветствую, да, потому что там разрушительные какие-то моменты на самом деле присутствуют у некоторых, там, вот они сидят, курить, и такое понимание у них возникает, и вот там мантры распевать, ничего, все остальное там пофигу, живите как хотите, я сам по себе, то есть я там отдельный, вот это неправильно, то есть вот советская, может быть, действительность, советская йога, она сформировала другого человека, почему вот эта наша, я считаю, что система современной йоги, которая из России, она более жизнеспособна сейчас, она более актуальна, она более, так сказать, несет себе такой заряд трезвого научного подхода и дает возможность человеку современному, ну, как бы преобразовывать этот мир, и если общество и там руководители поймут, что это сила, которую нужно наоборот привлекать к тому, чтобы, ну, для этого нужно меняться сами, потому что управлять человеком свободным сложнее, чем рабом, и он там погрозил вот тебе и он должен что-то делать, либо вот на тебе конфеточку вот сделаешь, а человек, который сознательный, он будет что делать, он будет выбирать для себя, хочу я с тобой вот дело делать общее, да, если я захочу, тогда я сделаю, я вложусь на сто процентов и тебе будет помощь от этого, большая помощь, поэтому я думаю, что за йогой вот такого плана на большое будущее, это вот единственное так вот переформатирование произойдет и йоги, уже оно происходит постепенно, и может быть сейчас лавинообразно пойдет, потому что если раньше ты об этом там 20 лет говорил, 30 лет назад какие-то вещи говорил, может быть, да, но это было не совсем, так сказать, кому-то вообще непонятно, как же так, и сам я бы уже на позиции таких же стоял, когда там, да, мантры распевают, там, индийские ритуалы и прочее, но это тоже этап, нужно пройти, да, и один из первых, опять же, упоминаю человека, который, я считаю, что был таким зародителем, родначальником, это был не я, естественно, это был мой учитель, Геннадий Гористоценко, в те времена как раз он заложил основу вот этой отечественной йоги, советской, российской йоги, собственно говоря, на его фундаменте мы стоим. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович, мы заканчиваем, потому что надо еще сохранить эфир, для всех хочу еще сказать, что цикл лекций на этот счет можно посмотреть на ютубе, на вашем канале, на канале школы, поэтому спасибо вам, очень было приятно, до новых встреч, до свидания. До радости мира. Спасибо.